Всем привет! Знаете, бывают такие дни, когда ты очень долго планируешь знать какое-то видео, ты записываешь, и ты думаешь некоторые мысли, что-то рассказать, как рассказать, о чем конкретно поговорить, сколько минут это влезет. И тут ты говоришь со своей подругой, которая тебе абсолютно спонтанно в 12 часов вечера рассказывает о косметике, что-то, и ты думаешь, хм, хорошая идея для видео, я должна такое сделать. В общем, вчера я говорила со своей подругой Дашей из Москвы, с которой я познакомилась благодаря своим каналу, и она мне в 11 часов ночи рассказывала про некоторые косметические неудачные покупки, которые она сделала под влиянием Ютуба, и я подумала, вау, я такое видео по-моему еще не делала, нужно сделать. Так что сегодня я вам собрала несколько своих неудачных покупок, но они не совсем неудачные, я бы сказала немножко по-другому, я назвала это видео 7 продуктов, купленные под влиянием Ютуба, которые я больше не куплю. Что это значит? Это значит, что продукты не супер плохие, не что я в них супер разочаровалась, это просто продукты, в которых я не вижу какого-то, может быть, смысла, я не понимаю, о чем весь шум, и на мне они работают, как может быть, из 100 других продуктов похожих, поэтому я просто их купила, я их пробую, я их дозаканчиваю, но второй раз покупать, я их не буду. Все, что я вам сегодня покажу, вы однозначно все знаете эти продукты, тут вообще нет никакой какой-то новинки, вы все о них слышали, если вы тоже бьюти-блогер, у вас точно что-то из этого обязательно есть, и даже если вы не бьюти-блогер, у вас тоже что-то из этого обязательно есть, я вам обещаю, я вообще изначально хотела сделать пятерку, но тут вдруг под глаза у меня еще два продукта попались, и поэтому у меня будет семерка, такое вот нечетное, странное число. Хочу вам сразу сказать, это будет очень-очень спорное видео, потому что многие из вас посмотрят на меня и скажут, ну ты такая вот, как тебе может это не нравится, всем нравится, я пользуюсь, и мне очень нравится, и мне очень подходит, как ты говоришь так, что это не очень хорошее средство, поэтому сразу вам напоминаю, девочки, мы все очень разные, и все продукты на нас работают по-разному, и то, что не нравится, мне не обязательно не будет нравиться вам, и наоборот, и то, что нравится мне, не обязательно будет нравиться вам. Поэтому сегодня я это видео именно и делаю, для того, чтобы вы послушали десятую точку зрения, которая, может быть, вам поможет не купить один из этих продуктов, а может быть и наоборот. Первое, о чем я хочу поговорить после такого громадного вступления, это Tangle Teaser. Я знаю, что многие этот Tangle Teaser любят, и что это гениальная расческа, и волосы она не вытирает, и вообще замечательно она все расчесывает, и вот такая вот она хорошая, и я из тех людей, кому она волосы выдирает, и она также расчесывает, как из 100 миллионов других расчесок, и ничего особенного в ней нету, и как любая другая похожая расческа мне расчесывает волосы, так же она расчесывает волосы. Из этого я делаю вывод, что может быть эта расческа отлично работает на прямых волосах. Поскольку волосы у меня, как вы видите, непрямые, они склонны к пышности очень сильно, это можно заметить, они у меня немножко волнистые, они у меня не кучерявые, их не они у меня как бы склонны к волнам и к пышности, мои волосы она дерет так же, как другие плохие расчески друт мои волосы, она их не расчесывает без боли, она их да расчесывает с болью. Для меня на данный момент самая лучшая расческа, которой я очень довольна, и которая мне не дерет, то чтобы не дерет, но мне тоже остаются волосы, но как бы не не выдирает мне сильно волосы и хорошо расчесывает их, это обыкновенная деревянная расческа, я вам не раз так говорила поэтому Tangle Teaser для меня абсолютно бесполезная расческа, абсолютно бесполезная, хотя я знаю, что многие ее любят, у меня travel size я знаю, что девочки мне говорили, попробуй большой size, то есть оригинальный я не хочу тратить на это больше деньги потому что на эту потратила и очень разочаровалась, еще вам хочу сказать один момент, многие говорят, что вот держать так расческу это удобно, поскольку она под руку сделана, мне это неудобно я люблю расчески которые идут с ручкой, обыкновенная расческа с ручкой, может быть это очень банально звучит, но так я люблю, мне вот это вот вот так вот расчесывать, это неудобно, как гребешком каким-то, поэтому для меня эта расческа, когда она отслужит свою, я ее выкину и больше я не куплю себе Tangle Teaser ни за что и ни за какие уговоры ютюба, следующее, что я вам сегодня покажу этот продукт изначально я полюбила конкретно вот этот вот я любила но я понимаю, что в нем для меня толку нету, я знаю что сейчас многие скажут ну это такой спасатель, вот этот сухой шампунь у меня конкретно батист который вот такой вот розовенький он называется Blush из всех батистов я как раз таки вот этот больше всего люблю, вот этот розовенький но вам хочу сказать, что на мне сухой шампунь то ли у меня голова не такая, то у меня волосы не такие я не знаю что, но на мне он не работает так он наверное должен работать или результат которого я ожидаю он не тот результат, я не знаю. В любом случае, на мне этот шампунь, когда я его наношу на голову, вроде сначала он дает красивый объем, он не оставляет белых разводов, вроде дает красивый объем, вроде волосы выглядят такие более свежие, я его очень-очень редко наношу и так, потому что голову я мою каждый день, в очень-очень ленивые дни, когда мне лень мыть голову, я его наношу. Но вам сразу могу сказать, что буквально через часа два, вся вот эта пышность, этот объем, вот эта свежесть, которую он дает в первые минуты, и опадает, оседает, и волосы как были вначале, выглядели не мытыми, так они и продолжают выглядеть не мытыми, поэтому покупать все время вот это вот, и везде, наверное, с ним ходить, чтобы его подбрызгивать, не знаю, для меня как-то вот эта вещь, мне нет смысла. Для меня, что мои волосы делают более ухоженными и чистыми, когда они выглядят не очень, плойка. Видимо, тепло и кудри делают свою работу, поэтому, когда у меня волосы в не очень хорошем состоянии, мне нету времени их мыть, я просто беру плойку, нагреваю на 160 градусов, буквально 10 минут, делаю верхний слой кудряшек, и волосы целый день выглядят замечательно, ухоженно, красиво, лежат красиво, поэтому для меня плойка это самый лучший сухой шампунь. Эту баночку я, конечно же, закончу, потому что ничего плохого, в принципе, в нем нету, и больше сухой шампунь для себя я решила покупать не буду, потому что для меня это абсолютно бесполезный продукт. Следующий продукт будет относительно моей новинкой, которую я купила совсем недавно, да, совсем недавно я показывала вам это в покупках, и насколько он меня не впечатлил при первом использовании, насколько он меня не впечатлил в последующих использованиях, настолько он меня до сих пор не впечатляет, и я не понимаю весь шум вокруг этого продукта. Это будет гидрофильное масло от Шуэмура. Я знаю, что это одно из самых лучших масел, или одно из самых первых масел на рынке косметики в плане гидрофильных масел, в любом случае оно работает хорошо, оно смывает отлично косметику, нечего по этому поводу сказать, но, слушайте, за вот эту вот бутылочку, сколько она стоит для того, чтобы она просто снимала хорошо косметику, и больше кроме этого ничего не делала, не ухаживала за лицом, не предотвращала там, не знаю, какой-то, не сужала поры и тому-тому-тому подобное, потому что ничего этого на моем лице оно не делает абсолютно, кроме того, что хорошо смывать косметику, но для меня это как-то немножко никчемное средство, как мне кажется. Вот полбутылька использовала, и за полбутылька она меня абсолютно не впечатлила. Я не знаю, если вторая половина меня каким-то, каким-либо образом сможет впечатлить, она у меня очень быстро используется. Тут написано, что для того, чтобы умыть одно лицо, нужно 4 нажатия. Я пользуюсь сначала 4 нажатия, потом, если мне недостаточно смыло что-то, я нажимаю еще 2 нажатия, в общем, оно очень активно используется. Я знаю, что многие из вас мне советовали попробовать от Dior, и еще какие-то некоторые масла. Вообще, я не уверена, что это средство, оно для меня. Как-то оно мне вообще не впечатляет, вообще. Вот ноль, абсолютный ноль на палочке, вообще мне это средство не впечатлило, поэтому на данный момент я однозначно больше это средство не куплю, и если вы думаете покупать, не покупать, у вас есть возможность попробовать, может быть, какое-то более дешевое средство. Вообще, понятно, нравится вам такое средство или не нравится. Попробуйте. Я знаю, что в Израиле продается гидрофильное масло L'Oreal. Может быть, есть какие-то другие, я не знаю, я не проверяла, я только видела L'Oreal, потому что его я покупала своей подруге в Ригу, потому что в Риге его нет. Попробуйте L'Oreal, может быть, вам подойдет. Я лично L'Oreal на себе не пробую, потому что я с L'Oreal не дружу. На мне косметика L'Oreal не работает, на большинство ее. 10% работы, 90% нет. В общем, в любом случае, это средство я однозначно больше не куплю. Меня моя Биодерпа вполне устраивает, она рулит, и я ее люблю. Следующее средство, которое я тоже, вероятнее всего, его больше не куплю, потому что то, что оно должно делать, оно на мне не делает. Если кто-то из вас им пользуется, пожалуйста, расскажите мне, может быть, что-то, что я не знаю об этом средстве, потому что я не понимаю его смысл. Это MAC Fix Plus, как говорят на английском. Короче, что должно делать это средство? Это средство должно закреплять ваш макияж, и оно должно снимать припудренность на вашем лице. Знаю, что девочки с сухой кожей, на них это хорошо работает, оно, да, закрепляет и макияж, да, снимает припудренность. Видимо, поскольку у меня кожа комбинированная, припудренности от пудры, от всего у меня нет настолько активной, потому что кожа моя впитывает пудру по-другому, нежели на девочках с нормальной сухой кожей. Поэтому это средство убрать припудренность, оно на мне ноль. Вообще, как бы, его работа не происходит. Закрепляет макияж, оно на мне тоже ноль. Оно просто ничего не делает. Такое чувство, что вот химия, которая здесь есть, и тут одна сплошная химия, но мы не об этом сегодня, просто так она наносится на лицо, потому что никакого эффекта от нее вообще нету. Ноль. Все, что оно должно сделать, оно не делается. Я и нашла другое применение, которое меня очень устраивает. Но я думаю, что оно и с обычной водой, это применение будет работать. Когда я наношу свой тональник от Бобби Браун, который более такой, его немножко тяжело растушевать кистью, потому что он такой как бы, он стик, и он такой более густой, я беру кисть, пшикую на кисть Fix Plus, и тогда я разношу этот тональник. И тогда этот тональник очень хорошо садится, замечательная кисть разносит его. Но я думаю, что этот эффект не потому, что это Fix Plus, а потому, что кисть просто немножко влажная. И что даже если я возьму просто обычную воду и попшикую на кисть, так же тональник будет хорошо садиться, потому что с бьюти-блендером, с мокрым, он тоже замечательно садится. Поэтому я не думаю, что это именно из Fix Plus. В общем, я не знаю, я не понимаю это средство. Я просто не понимаю. Я знаю, что все его обожают и без него жить не могут, и многие его покупают. Я его не понимаю. Я не понимаю, как оно должно работать на моем лице, потому что все то, что он обещает делать, то, что обещают мне визажисты в Маке, и то, что пишут на сайте, он на моем лице не делает. Но я уверена, что я не одна такая особенная. Лицо у меня не особенное. И комбинированная кожа есть у многих девочек. Поэтому, если вы им пользуетесь, и вы знаете, как оно должно работать, что оно должно делать, где его должно пшикать, на каком расстоянии, потому что, как я уже не пробовала, расскажите мне. Мне будет очень интересно. А спослушайте, в любом случае, я второй раз его не куплю. Следующее средство... Только не бросайте в меня помидорами. Кармекс. Сколько по поводу Кармекса есть турурум-тарарарам на Ютубе? Я не хочу ничего сказать плохого про Кармекс. Действительно, я не хочу ничего сказать плохого. Он работает, он, да, увлажняет губы, он, да, справляется со своей задачей. Но я не могу пользоваться Кармексом днем. Вообще не могу пользоваться днем, потому что для меня он чертюр жирный, чертюр активный, чертюр разъезжается в разные стороны. Поэтому для меня это только ночное средство. Но для ночного средства SPF 15 мне не нужен, потому что ночью в темноте солнца нету, насколько мы знаем. Поэтому для меня это какое-то бесполезное средство. И в любом случае, я вам уже сто раз говорила, что мои губы вообще от сухости не страдают. И именно поэтому я люблю супер матовые помады. Я обожаю все помады матовых серий, в особенности помады MAC, которые дермоядерные, сухие, которые почти всем сушат губы. Мне они не сушат губы. Я могу просто с карандашом на губах ходить. То есть я люблю сухие помады. Но на ночь я, да, люблю свои губы хорошо увлажнять. Но для меня также и Nivea Butter работает, и также любая другая гигиеническая помада работает. И Carmex можно замечательно, если вы живете в Израиле, например, заменить Blistex, 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 да? И в Blistex, в Blistex, боже, не могу выговорить, есть много разных средств специально для очень сухих губ. Поэтому я как-то не вижу смысла в этом Carmex, и как за ним все гоняются. И вот нужен Carmex, 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 где его купить, как его прислать. Ну, обыкновенная гигиеническая, даже не гигиеническая помада, обыкновенный какой-то бальзам для губ, суперактивный. Я еще себе выбрала свишни, от которой меня тошнит. Неудачно. В общем, для меня это абсолютно была неудачная покупка. Но поскольку она ничего плохого не делает, я и да, да, пользуюсь. Но я точно больше себе Carmex покупать не буду. Однозначно. Я сейчас когда была за границей, там было много разных видов Carmex, и я так мимо прошла, думаю, ты мне не нужен. Вот, поэтому для меня абсолютно бесполезная покупка. Следующая бесполезная покупка для меня была, это помада. Но поскольку я вам только что сказала, что я очень люблю матовые помады, но все же я подалась YouTube в свое время, и насмотревшись миллион видео всех ютуберов, которые покупают эту помаду, я решила, что мне тоже нужно. И купила эта Chanel, помада Chanel, из серии Rouge Coco Shine, номер 54 Boy. И будем говорить о оттенке. Хотя не, будем говорить о оттенке. Но в принципе, не в оттенке дело. Дело в том, что... Вы знаете, дело в том, что в принципе помада неплохая, она вроде увлажняет губы. Но я, наверное, я, наверное, настолько уже привыкла к эффекту, который дают матовые помады, и даже те, которые нюдовые цвета, что мне сложно пользоваться вот чем-то таким, что съедается буквально за полчаса, никакого эффекта, кроме минимального увлажнения. Эта помада не оставляет. И учитывая то, что эта помада стоит своих денег, сколько она стоит, я могу таким же образом купить какую-то гигиеническую помаду с каким-то оттенком, и она будет точно так же на моих губах выглядеть. Кроме того, что, наверное, из сумочки будет приятнее вытаскивать Chanel, нежели просто гигиеническую помаду. Ну, для меня в любом случае, для меня, поскольку я люблю профессиональную косметику, как Bobby Brown, MAC и тому подобное, больше, особенно в помадах, для меня вот это вот... Если честно, для меня это очень-очень большое разочарование. Даже серия Dior Addict я люблю намного больше, поскольку у Dior Addict пигмент, когда вы наносите помаду на губы, съедается весь блеск, весь... ну, весь shine и всему тому подобное, но пигмент остается. Особенно Dior Addict черный, который более intense. Вообще супер пигмент этот. У меня есть оранжевая такая помада, и пигмент остается на часов шесть. В принципе, помады очень часто их ровняют. Диор Addict и вот эти вот Coco Rouge Coco Shine. Для меня это абсолютно бесполезная помада. Я тоже слышала несколько девочек, которые говорили, что это очень дорогая гигиеническая помада. Да, это очень приятно. Я пользуюсь как гигиенической помадой. То есть этот цвет Boy, он в принципе такой нюдово-телесный с таким... Ну, для меня он немножко дешевый на моих губах. Ну, в принципе, он... Я поэтому и сказала о цвете, не хочу говорить, потому что мне он не подходит, но, наверное, многим он подойдет, и он будет так переливаться, ничего. Ну, вот сколько у меня уже этой помады есть, и кто меня долго смотрит, вы знаете, что у меня эта помада уже... Ну, точно. Ну, полгода точно. Вот за полгода так и о ней мнение я не поменяла. Как я считала, что я просто вот... Просто так купила. У меня есть другие помады Chanel, которыми я очень довольна. Из вельветовой серии. Ружи, подожди, что там. Ну, вот это вот просто бесполезная покупка. И если вы очень ее хотите, пожалуйста, пойдите, попробуйте ее в магазине и походите с ней хотя бы 2 часа, и вы поймете, нужна вам она эта помада или не нужна. И последнее, что я вам сегодня покажу, что я больше точно не куплю, и что это было куплено... Но я буду врать, это не куплено было под... В Леоне на YouTube это было куплено под уговором консультанта, но я знаю, что эта вещь популярна на YouTube, поскольку Крыгина ее, по-моему, всем советует, потому что она это очень любит, и я хочу высказать свое мнение, поэтому в хиты YouTube она точно вписывается. Это тушь от L'Oreal Volume Million Luscious. Вот эта вот фиолетовая, фиолетовая, золотая. So cute too. В общем, у этой туши силиконовая кисточка. Кисточка, между прочим, хорошая. Силиконовая такая мелко-мелко-силиконовая, немного пухленькая кисточка, то есть мелкие зубки. Как-то она странно сейчас пахнет, каким-то очень сильным ванилью. В любом случае, я вообще туши L'Oreal не любила, никогда, никогда их не покупала, потому что на мне все туши L'Oreal работают одинаково. Они не очень сильно удлиняют, они в какой-то определенный момент очень сильно склеивают мои реснички, поскольку очень много самой туши выходит, и потом эти реснички как бы расклеить и расчесать уже невозможно, то есть просто не моя тушь. Все туши от L'Oreal, что я пробовала. Эту я купила под уговор консультанта, прийдя домой, попробовав, я была в таком приятном восторге, думаю, о, хорошо работает она. Мне нужно было, по-моему, слоя 2, чтобы ее нанести, для того, чтобы были красивые реснички. Она вроде их не склеивала, вроде все так очень хорошо выглядело, но по прошествии буквально трех недель, наверное, с этой тушью начали происходить замечательные вещи. Она подсохла, как обычно туши подсыхает, и все, что я не люблю в L'Oreal, начало в ней происходить. Она супер сильно начала склеивать мне реснички. Она безумно-безумно долго высыхала, по 2-3 минуты, и даже больше этого. То есть она очень медленно высыхала, она очень активно наносилась, делала из моих ресничек буквально просто 3 реснички склеенные, потом которые расчесать было невозможно. Все как-то размазывалось, как я ей не пыталась, как я ей не пользовалась, потому что щеточка очень такая хорошая. Все, она больше на мне не работала, и она мне очень хорошо напомнила, почему туши от L'Oreal я никогда не покупаю, и почему я их не люблю. Потому что что-то фирма L'Oreal добавляет в свои туши, что на моих ресничках, у меня очень тоненькие реснички, как и волосы, не работают. Но вместе с тем мои реснички, они длинные, поэтому в принципе любая тушь на них работает более или менее хорошо. Но это очень сильно склеивает, и поэтому абсолютно не моя тушь. Больше я опять L'Oreal точно покупать не буду, как не покупала их 10 лет, и вот подалась на уговор, так и сейчас еще раз 10 лет не буду покупать, может быть через 10 лет опять меня кто-то уговорит. Но нет-нет-нет, это вообще L'Oreal туши, это однозначно не мое, не хочу, не буду, не буду приближаться, даже смотреть что-то нового. Вот. В любом случае, такое мое мнение. А если у вас нету проблем, и у вас реснички, может быть, очень такие твердые, и их мало что слепляет вместе, то может быть, эта тушь вам подойдет. Она, в принципе, неплохо работает, делает реснички черными, после двух слоев, может быть, даже трех слоев, она их хорошо так делает таким неплохим веером, но она их ужасно-нужасно слепляет, и она не высыхает вообще. То есть, она высыхает, но нужно дико-дико долго ждать, иначе, когда вы начинаете моргать, она отпечатывается везде, где только можно, и потом, ты знаешь, как пан доходишь, и только этими ватными палочками везде-везде подтираешь, потому что, ну, просто она не высыхает, и, ну, это просто ужасно, какой-то макияж, наносит эту тушь, то нужно стать как кукла, и не моргать, иначе она вся разморгается в разные стороны. В любом случае, на мне она так работала, просто отвратительно. Ну что, вот такие вот продукты, я больше не куплю второй раз. Я уверена, что многие из этих продуктов вы пробовали, и вы их, да, любите. Может быть, у вас кто-то тоже их не любит, в любом случае, это мое мнение, и именно так они работают на мне, и мне очень с вами хотелось этим поделить. Ну что ж, мой голос начинает куда попадать. А на сегодня будет все, мы с вами увидимся очень скоро. Пока. Сегодня я вам хочу показать несколько вещей, которые мне прошли в последнее время по почте. Тут есть некоторые посылочки от девчонок, и не только. И сегодня я как бы решила выбрать несколько вещей, я не буду...